Здравствуйте! В эфире программа Алиметевск Спортивный и с вами ее ведущая Ольга Степанова. В этом выпуске мы расскажем вам о таком боевом искусстве, как каратэ-сютакан. Это один из крупнейших стилей японского каратэ, созданный в 30-е годы прошлого века. Приветствие сенсея – дань уважения тренеру. Традиция, сложившаяся со времен зарождения каратэ-сютакан. В Ольметьевской детско-юношеской спортивной школе «Юность» ее чтут и придерживаются. Каратэ-сютакан разработан Гетином Фунахоси и сегодня является одним из наиболее распространенных в мире. В дальнейшем боевое искусство было усовершенствовано его ближайшими учениками и сыновьями. Среди них Фунахоси Йоситака, Накаяма, Масатоси, Эгами Сигерро, Хирониси и Гинсин. Сегодня на этих мастеров и их последователей равняются юные каратисты Нефтеграда. Я хочу в будущем стать мастером спорта и чемпионом мира. Я мечтаю стать мастером спорта и выиграть чемпионат мира. Хочу 10-й танк «Черный поезд» и чемпионом Европы многократным стать. Помогают воплотить детские мечты в реальность профессиональные тренеры-преподаватели. Стаж работы каждого – не один десяток лет. В Альметьевской школе каратэ занимаются более 50 мальчишек и девчонок. Возраст не ограничен от 6 лет и до бесконечности. Занятия проходят при школах номер 3 и 13. Каратисты изучают боевое искусство каждый день. Выходной один – суббота. И то, если в этот день не запланирована поездка на соревнования. И вот этот первоначальный набор как бы и дал самые первые результаты. Один из первых наборов у меня ученица Утукина Алена, она занимаясь 9-й год в нашей спортивной школе, значит, показала реальные результаты. Она дважды бронзовая призерка России, она призерка Европы. В этом году она стала чемпионкой России, выступая вот прошлой весной на соревнованиях по версии каратэ-бэкацы. Есть в рядах каратистов Альметьевска и совсем юный чемпион мира Ильсур Галямов. Его главной победе, как признается мальчик, предшествовал нелегкий путь испытаний. Сначала это были сильнейшие соперники со всей России. В Чебоксарах состоялось первенство страны по карате, где он завоевал золото. Также копилка Нефтеграда пополнилась еще одной золотой, серебряной и бронзовой медалями. По итогам этих соревнований Ильсур – единственный каратист из Татарстана – вошел в сборную России. И тренеры не прогадали. Альметьевский спортсмен оказался поистине золотым. Мальчик выиграл чемпионат мира в Латвии и сегодня делится секретами своей победы. Ну, там, я думал, на втором бою я думал проиграю с одним соперником. Ну, и потом я ударила ему ногой в корпус. В Альметьевской школе каратэ каждый ребенок – победитель, завоевавший кубки и медали на соревнованиях разного уровня – от Татарстана и России до Европы и мира. Я несколько раз был призером России, чемпионкой Татарстана стала. В России, там я стала чемпионкой. В Альметьевске выступали, в Казани. Зимнала тоже, что там первые места. В Татарстане, в Казани, там в городе был Саратов, Самара, Казань и Челны, и Альметьевск. Со всеми пришлось играть. В Саратове, в Астане. Победу куются на тренировках. По мнению тренеров, усиленная работа над собой – единственный путь к призовым местам. Для каждого возраста своя нагрузка. Занятия длятся от одного до трех часов. Большое внимание уделяется общей физической подготовке. Не обладая ею, сложно освоить специальные приемы борьбы. Техника каратэ «Сютакан» отличается динамичностью и четкостью ударов. Удар Малаши Кири под босс. Встречаем. Собрав руку, идем прямо на встречу. Атака вполне Малаши Кири. Встречаем к яку. Готовы? В этом боевом искусстве атаки предшествует серия обманных движений. Не маловажен правильный выбор момента для нападения. Не стоит забывать и о защите, которая на первом месте – надежность и сила блока. Чтобы у противника не возникло желания снова идти в атаку. Также здесь спортсмены развивают и укрепляют мышцы, кости, легкие. Максимально развить те качества, которые нужны будут в дальнейшем для выступления на соревнованиях, для укрепления его организма. В дальнейшем уже, если мальчики и девочки продолжают заниматься, это параллельно с работой совершенствования тела мы занимаемся совершенствованием духа. Учим ребятам, чтобы воспитывалась в них воля, уверенность, целеустремленность, настойчивость. Многолетние тренировки как раз их делают такими. Как подтверждение слов тренера и мастерства его учеников – пояса разных цветов. Большинство альмитерских каратистов, как они сами признались, стремятся к черному поясу. Черный пояс – именной, на котором вышито имя его обладатели. Если после активных тренировок с пояса сходит вся краска и он остается полностью белым – это знак того, что человек достиг наивысшего мастерства. Однако первые изменения юные спортсмены, как и их родители, чувствуют уже спустя несколько месяцев. Скорость, выносливость. И сильные удары. Дисциплинированный, все успевает. У него плюс учеба хорошо. И вот спорт, говорят, спорт мешает учебе. Я бы не сказала. У нас учеба, дипломы по учебе. Здесь привозим медали. И вообще бежить за час раньше очень прям нравится. У них такая вот семья маленькая, спортивная. Больш! Больш! Системь, рей! Больш! Планов у школы каратэ Сютакан – громадьё. Впереди чемпионаты Татарстана, России, Европы, мира и десятки талантливых альмитевских ребят, мечтающих покорить эти высоты. Любое место в тройке сильнейших, по их мнению, это уже победа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok На этом у нас все. Встретимся с вами в следующем выпуске программы «Альметьев спортивный» ровно через две недели. И помните, сильным не только физически, но и духом покоряются мировые высоты. Добавил субтитры DimaTorzok